Всем привет, друзья! Меня зовут Вероника Джейми и добро пожаловать на мой канал! Сегодня будет, наверное, один из самых интересных влогов, которые я снимала за всю историю существования своего канала. Мы приехали в потрясающий, огромнейший парк аттракционов, который находится в 20-30 минутах езды от Дубая. И сейчас мы ждем открытия, потому что мы как две дуры приехали за полчаса до открытия, и мы здесь в целом практически одни. В этом парке представлены на выбор 4 парка, и мы пойдем в парк, который называется... В этом парке мы сможем прокатиться на тематических аттракционах и погулять по тематическим местам, которые связаны с очень известными фильмами, например, о DreamWorks, там, как вручить дракона, Шрек, Инкубан, там, все эти классные фильмы, которые каждый из нас смотрел. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. Ну, а мы начинаем! Такое чувство, будто я попала на съемки Властелина колец или какого-то такого средневекового, может быть, исторического фильма. Я реально представляю сейчас себя главной героиней, главной актрисой, это очень здорово. И очень все эти дома выглядят реально. То есть, если бы я не знала, что это все как бы искусственный парк, я бы действительно подумала, что это какой-то небольшой городок, такая маленькая, уютная провинция. Я прямо сейчас подхожу к входу в парк, в который мы пойдем. Если вдруг интересно, здесь есть парк Болливуд, где можно сняться в индийских фильмах. Есть, собственно, тот парк развлечений, в который мы пойдем, в Офшен Гейт. Есть Леголэнд. Парк выглядит просто огромным. Я не знаю, что... Я не вижу, что я снимаю, но, в общем, вот там вот вход. И сейчас мы туда пойдем. Я думаю, будет что-то очень классное. И, конечно, здесь еще много разных магазинов. И просто эта территория огромная. Мы уже подходим к входу. Билеты стоили 90 долларов. Мы их купили заранее. Мы просто покажем QR-код и сразу же пройдем. Мы зашли в парк только что, одними из самых первых. И ход выглядит уже просто потрясающе. Я хочу скорее пойти дальше, вглубь парка, и посмотреть, что же будет. Я только что поняла, что вечером все будет очень красиво освещаться. И можно будет сделать необычные классные фотографии. Хотя, конечно, людей будет намного больше, потому что сейчас тут никого нет. Но мы скрестим пальцы на то, что людей будет не очень много. И я вижу! Я вижу логотип DreamWorks. Ну все, мы срочно должны туда идти. Зашли в сувенирный магазин. Здесь продается огромное количество милоты. Кстати, по достаточно нормальным ценам. Вот я такие штуки просто обожаю, вот честно. И, конечно, еще мерч с главными фильмами, Как приучить дракона. Кота Шрека, Кунг-фу Панда, собственно, сам Шрек. Белая Фурия из Как приучить дракона 3. Вот это один из моих самых любимых фильмов. Я просто всей душой обожаю троллей. И розочка цитан. Очень, очень красиво. Вообще чудесный магазин. Хэштег типичная туристка. Кстати, я вижу деревню Смурчиков. Вот она тут есть. Если хватит времени, обязательно тоже туда зайдем. Только что сфоткал со своим мужем. Почему-то к нему подошли какие-то дети. Ну ладно, потом с детьми разберемся. Давайте зайдем в DreamWorks. И я очень-очень-очень счастлива сейчас. Я так кайфую от этого места. Просто посмотрите, здесь собраны все персонажи. Там Как приучить дракона. Там Дракониха из Шрека. Там Лев Алекс. Все-все просто есть. Там Шрек есть. Мне кажется, что каждый, даже тот, кто не любит смотреть фильмы, хотя бы нескольких персонажей, но точно узнал. Заходим в первую локацию. В первую путь. Мы уже приехали? Мы уже приехали? Нет. Мы приехали? Нет. А сейчас приехали? Нет. Ну пожалуйста, мы приехали. Это просто потрясающе. Я понятия не имела, что можно реально оказаться внутри фильма Шрек. Знаете, на самом деле мы с мамой такие люди, которые, несмотря на то, что мы много путешествуем, достаточно много, мы очень часто на себе экономим. И мы думали, ездить ли в этот парк или нет, потому что если переводить на рубли, то билеты на двоих сюда стоили в районе 10-11 тысяч. И это не очень дешево, но сейчас мы понимаем, что, блин, мы потратились, но мы получили столько эмоций, мы их сейчас получаем. И это приключение только началось, и впереди будет очень длинный день. Это безумно здорово. И, блин, это первый павильон, и я так счастлива. Здесь настолько красиво. Просто дом Шрека. Я домом Шрека, наконец-то. Это очень классно. Так здорово, что здесь играют саундтреки Шрека. Я не уверена, что я могу вам их давать послушать. Я думаю, вы фоном слышите, но вот именно полностью давать не могу, потому что, скорее всего, меня могут заблокировать за нарушение авторских прав, что крайне-крайне грустно. Это пересказ первого фильма полностью. Стория Закоста Шрека Левиона. Следующий переход в мультфильм «Мадагаскар» и «Как включить дракона». Куда пойдем? В Кудаскар. Ладно, но потом в «Как включить дракона» тоже зайдем. Там есть какая-то офигенная горка, я слышала. Вперед, вперед. Тут же, наверное, все цирковое будет, да? Да! Я тут еще клоун, поэтому обожаю цирки. Класс! Идем на первый концерт. Это вроде бы какая-то американская горка. Я уже немножко обозралась. О, смотрите! Я на него похожа. Мы держим отзывы, партия, если Мадагаскар найдет нас. Друзья, мы только что вышли в Мадагаскарной горке. Честно, я хотела взять такую маленькую камеру, все снять. Хорошо, что я ее не взяла, мне нет ни шиля. Я не матерюсь, ребята. Я не матерюсь, но это было... Я думала, это детская горка, такая легкая, знаете, ну вот, ну просто вот такая-то легкая. Да, и мертвые петли, там вот так вот сначала вверх, потом резко вниз. Мы так с мамой посрались. Если вам вдруг интересно, что это за ужасная горка, то сейчас вот, вот из этой дырки сейчас поедут люди. Она не выглядит такой страшной, потому что ты ее буквально не видишь. А это огромнейшая горка, вот на всю вот эту вот территорию, вот за этой черной стеной, там большая горка. Честно, учитывая то, какие мы с мамой трусихи, нам нужно было пойти вот куда-то сюда или, не знаю, вот сюда. Но туда... А это же первая горка, ей же... Слушай, а мы пойдем на горку «Как приучить дракона», где они под потолком летают? Я не знаю. Ладно, пойдем. Ну, надо помолиться, что ли. Блин, а крестик дома забыла. Добро пожаловать в деревню викингов или добро пожаловать в фильм «Как приучить дракона». Наконец-то! Наконец-то я дома! Вау! И вот я вижу здесь горку. Я вижу здесь горку и... Ладно, мы на нее пойдем. Они подвешены вверх-вниз или как они? Я не понимаю, как... А, нет, все нормально. Ноги свисают, не голова, это уже что-то. Есть еще такая ладья. Слушай, мы же на ладью не пойдем, да? Я не знаю, я уже всего боюсь. Слушай, наверное, это очень страшно. Тут, скорее всего, ощущение того, что ты летишь камнем вниз, да? Наверное, не стоит нам туда идти. ПОДПИСМЕНТЫ ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ СВес기릿 СВеск СВеск Я сейчас попробую самое страшное место, оно самое последнее, то есть я куплю прям в 90 градусах. У меня реально четкое ощущение, что я букву помывала в каждом из этих фильмов, все сделаны всего так. Посмотрите, какая здесь можно пройти. Субтитры создавал DimaTorzok Только что вышли с этой горки в Как включить дракона, к счастью, она вообще не страшная, там нет никаких мертвых петель, там даже нет вот этого ужасного, вот этой ужасной волны. Там просто так быстро едешь, прилетаешь по всему парку, ну да, потому что этот аттракцион как будто бы ты летаешь на своем собственном драконе. Мне очень понравилось. Добро пожаловать в Китай, или же добро пожаловать в мир мультика Конфу Банда. Тут есть лапшичная, класс. Фонтанчики, если не ошибаюсь, его зовут мастер Угвей, я давно уже фильмы не смотрела, по-моему, Угвей, точно Угвей. Лестница. Я бы эту лестницу никогда не осирила, серьезно, вот, ну, никогда. Я не настолько сильная. Ну что, давайте пойдем в деревню смурфиков. Я уже вижу, что это выглядит все очень мило и очень, как сказать, естественно, то есть как будто бы я, правда, смурфик, как будто бы это моя деревня. Класс. Вот это, судя по крикам, которые я слышала несколько минут назад, какая-то американская горка, но я думаю, что она не очень высокая. Есть такие, тоже для деток, хотя я бы сама там полазила. Мне кажется, что мне можно. Клевое же место, ну кто бы не хотел там полазить. Обстановку сделали, конечно, просто на 10 из 10. Очень симпатично. И, ну, вот, чувствуется, что вот действительно у них была цель сделать красивый парк. И они ее более чем выполнили. Я вижу тут еще одну горку. И они все меня привлекают, потому что они не очень высокие. Самые страшные горки, на которые я никогда не хожу, это горки с резким падением вниз, почти там под 90 градусов. А вот такие вот вертящиеся, круглые, мне вообще в кайф. Все-таки решила пойти на эту белую горку, на открытом воздухе. Пойду одна, без мамы, потому что ее очень сильно укачивают на таких горках. Например, та же горка из Мадагаскара, на которой мы были в самый первый раз. Прошло уже около получаса, а маме до сих пор немножко плохо из-за этого. Поэтому пойду одна. Я справлюсь, я взрослая девочка. Я точно справлюсь. Только посмотрите, мы потихоньку подходим к отелю Трансильвания из мультика «Монстры на каникулах». Они действительно сделали настоящий замок. Конечно, не таких размеров, как он должен быть, но тоже, знаете, немаленький, потому что его аж отсюда видно. Когда подходишь ближе, понимаешь, что замок-то на самом деле очень даже большой. И его сделали, как сказать, добротно. Он действительно немаленький. Давайте зайдем на первый аттракцион. Мне хочется теперь пересмотреть вообще все эти фильмы, мультфильмы, которые я посмотрела, которые я посетила. Я не верю, что я говорю, что я посетила мультфильм, но я действительно это сделала. Классные тут аттракционы. Хорошо, что они сделаны для всех возрастов, и чего-то прям супер страшного я пока не видела. Мы сейчас идем на водный аттракцион. И это то, что нужно, потому что хочется немножко освежиться. Тут довольно много детей, так что не думаю, что будет страшно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, вы только что видели, как я обмочилась. Не знаю, как это сказать. В общем, мы с мамой все мокрые до нитки, но мы как-то себя лучше чувствуем, потому что маме было немножко плохо, именно вот физически плохо. И мы уже даже думали, блин, надо, наверное, поехать домой. Но в итоге решили, ладно, походим чуть-чуть. И орут люди. Покатались на этом вот аттракционе, это было очень весело, такая, знаете, разрядка. И решили на радости купить себе карамельный поп-кор, целое ведро. И здесь уже успело потемнеть. Просто посмотрите. Все сияет в преддверии Нового года, я сейчас вам покажу. Ну, какова красота, ребята, только посмотрите. Я так и знала, что здесь все будет очень красиво блестеть. Там тоже аттракционы теперь все сияют. Просто шикарно. С Новым годом! Ну что, друзья, на таком чудесном фоне новогоднем у меня разглядилась камера, поэтому я взяла телефон. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр, за то, что вы разделили этот потрясающий день вместе со мной. Я надеюсь, что вам было весело. Я кровью и потом старалась снять красиво. И на некоторые аттракционы, точнее на все камеры, нельзя проносить, а я пронесла только ради вас. Скорее всего, после этого мне запретят въезд в Дубай, но зато я сняла качественный влог. Так что спасибо вам огромное за просмотр. Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, если еще этого не сделали. И нажмите на колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о моих новых видео, потому что сейчас их действительно будет много. Много влогов, много видео о моих покупках и так далее. Так что... Пока-пока! Пока-пока!